Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня поговорим с вами о тех вещах, тех явлениях, которые воспитывают человека до Евангелия, до Церкви. И это природа, совесть и родители. Так учит Златоуст. Святой Иоанн Златоуст говорит о том, что мы должны быть внимательны. И перед нашими глазами всегда книга природы. Она раскрыта. Звездное небо, земля по весне, рождающая траву, напоминающая нам о Слове Божьем, сказавшим, да произрастит земля, а былие травное. Вся тонкость этих всех вещей вокруг нас, от почки клейкой до, скажем, больших китов или рыб, или зверей в зоопарке, ну что угодно. Это все книга. Это все книга мудрости. Наблюдая за миром, мы учимся познавать Творца в первую очередь. Книга природы указывает на Творца. Картина, написанная человеческой рукой, подписью, говорит о художнике. Значит, кто это? Там внизу написано, значит, это Веласки, скажем там, или это там Эль Греко. О, да, вот вижу, да, руку мастера, да. Значит, также природа – это книга или картина, говорящая о Творце. То есть смотреть на закат, на восход, слушать щебет птиц, слышать чум водопада, и при этом не говорить «слава тебе, Господи» – нельзя. Это безбожно, нечестиво, ну, по меньшей мере, неумно. Потому что картина говорит о художнике. Кто писал? Вот Воснецов. О, молодец. Кто создал? Господь. Слава тебе, Господи. Это нормально, это прямое указание на славословие Божие. Заметьте, что Христос прославил несколько профессий, которые напрямую связаны с природой. Это рыбаки и пастухи. Рыбаки были апостолами, многие рыбаки были апостолами, а пастухи знали многое о том, что не знали книжники. То есть Давид был пастух, Авель был пастух, и пастухами были те, кто слышали ангельскую песнь «Слава Вышних Богу» на земле мира, в людях благоволения. Значит, Господь показывает нам, что простые занятия могут вести нас к Господу, к Нему же, собственно, благодаря простоте своей, благодаря тому, что человек, трудящийся таким занятием, занимающийся, он на природе, он среди Божьих вещей. Вот чеканщики по металлу или гончары, или кожевники, или сапожники, они тоже молодцы, они руками зарабатывают хлеб, но они не на природе, они в мастерской, в четырех стенах, или на улице своего города, обычно на Востоке, знаете, где работают, там и продают. То есть тут в мастерской, тут же и лавочка, где ты продаешь. И они среди колготни, среди шума, среди суеты, там же их работа. А пастух и рыбак, он на реке, на озере, на море, или в полях, в горах, на пастбищах, он открыт Богу больше. И эти люди знают Бога больше. И это мы узнаем из Евангелия. Слишком много господин сказал именно пастухам и рыбакам, чтобы в этом сомневаться. Итак, природа – это один из учителей наших, кроме Евангелия. Нам можно и нужно выходить на природу, вырываться на природу с книжкой в руках, с Евангелием, с псалтирью, с молитвенником. Ходить среди деревьев, среди цветущих, скажем, там, кустов, там, рост, не знаю, чего еще там, любых растений, вдыхать этот аромат и Бога хвалить. Это очень важно, особенно городскому жителю очень важно. После природы, значит, нам нужна совесть. Совесть, замечено не раз уже, что слово «совесть» в Библии отсутствует в Старом Завете. У евреев не было такого понятия. Слово «совесть» придумали язычники. Философы, стоики, греки. Они думали, кто же это подсказывает мне, что нужно делать так, а так не делать. Кто же это мною командует, кроме меня? То есть, почему, если я украл, мне стыдно? Если я отдал свое, мне хорошо. Кто утешает меня? Кто мучит меня? Кто мучит мою душу? И они родили такое понятие «совесть». И совесть в Старом Завете отсутствует. А уже в Евангелии оно и в посланиях апостольских есть. Там уже, значит, в Евангелии говорится, что обличаемые совестью люди уходили от блудницы, которые привели к Христу, чтобы бить ее камнями. Господь спросил у них, кто без греха из вас? Пусть бросают первый камень на нее. И они, обличаемые совестью, ушли от нее, начиная со старшей, заканчивая младшими. Так вот, совесть – это подарок Божий нам. С вами, братья и сестры, это наш мучитель, благой мучитель. Это наш тиран, такой домашний тиран, который терзает нас и мучит нас, и заставляет нас пробуждаться ночью, заставляет нас вспоминать свою жизнь. Совесть дружит с памятью. Кто памяти не имеет, того совесть не тревожит. И зачастую спокойная совесть – это признак плохой памяти. То есть человек не знает себя, не помнит себя, иначе бы он был красный весь, как рак, от ушей до пяток. Но он не помнит, поэтому он не мучится. Память и совесть – это сестры. Совесть мучит человека, это ее задача. Она же утешает человека. Когда мы поступаем правильно, вопреки житейским ситуациям, вопреки, скажем, давлению обстоятельств, поступаем правильно, то совесть утешает человека. И это утешение рождает радость ни с чем не сравнимую. Вот наш учитель. О ней говорит только Новый Завет. Старый про нее не говорит. Евреи говорили, что нужно бояться Бога. Страх Божий – это начало премудрости. А язычники говорили, что нужно совесть иметь. И Евангелие подхватывает языческую мысль. Нужно иметь совесть. Об этом говорит Евангелие от Иоанна. Потом Павел об этом говорит, что совесть язычников обличает их или утешает их. И они, не зная закона написанного, поступают по закону, потому что совесть ими руководит. Итак, природа учит нас, и совесть учит человека. Внимательны будьте и к тому, и к другому. Слушайте совесть, и почаще выходите на природу, в тишину от шума городов, туда, где плещется река, или шумят деревья, или птицы поют, или колосятся засеянные нивы. И третье, что важно, это родители. Если совесть и природа бессловесны, они немы. Это немые мучители. То есть совесть – это мучитель немой, а природа – это проповедник немой. То отец и мать – это уже словесные наши наставники, и им Господь доверил наше воспитание. Блажен человек, который имеет отца, переживающего о вас, и мать, тревоживающуюся о вашей нравственности. Есть много отцов, которые наплевать, как живут их дети. Есть много матерей, которые наплевать, как ведут себя ее дочери или сыны. Что одел, что съел, куда пошел, что смотрел, что читал, с кем говорил, с кем дружишь там, где был, куда пропал – наплевать. Миллионам отцов и матерей наплевать. Хотя Бог взыщет с нас, с вами, братья и сестры, за наших детей, и мы должны обязательно отвечать перед Богом за тех, кого родили. И мы являемся словесными наставниками по природе, как природа, и по совести, как глашатой закона Божьего для наших рожденных нами детей. Вот три вещи, или три явления, которые учат человека помимо Христа и Церкви, помимо Христа и Евангелия. Это окружающий красивый мир, Творец которого Господь. Это голос совести внутри человека, который осуждает человека или хвалит его. И это отец и мать, которые наставляют, запрещают, ругают, бьют. Помоги Господи, только чтобы без греха, и не в меру. И поощряют человека к доброму, переживают о нем. Я умру, ты останешься. Дай Бог, чтобы тебе было хорошо, когда меня не будет, потому что пока что я тебя храню. Потом я ж не вечный. И поэтому будь таким, как нужно, чтобы без меня ты был правильным. Это тревога каждого отца, каждой матери, которые имеют хоть каплю разума в голове и каплю страха Божия в своем сердце. Вот будем обращать внимание на эти три вещи, на окружающий красивый мир, на звездное небо, на падающий снег, на дождь из тучи, на растущую траву. Это все книга Божьей премудрости. На совесть нашу, которая нас бичует или утешает. И на детей наших, и отцов наших, и матерей наших. Мы друг для друга, учителя и ученики. Мы помогаем друг другу жить по Божьему. Даже если мы не знаем Евангелие. Даже если. Но мы-то, слава Богу, знаем Евангелие. Поэтому эти вещи нам помогают еще больше, если мы просвещены Словом Божьим, крещением очищены и напитаны святыми тайнами Христовыми. Доброй вам ночи, ангелы-хранители. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова